Еще 15 жертв коронавируса за сутки. Начиная с осени в ковидных госпиталях края ежедневно умирает до 20 человек. Казалось бы, ситуация стабилизировалась, так почему же число летальных исходов замерло почти на одной и той же отметке? Тяжелые формы действительно сохраняются пока в абсолютах на том же уровне. Отчасти это особенность течения заболеваемости в популяции. Вот то количество тяжелобольных это пока еще можно считать как кумулятивная цифра, накопленная за последние полтора-два месяца, потому что болезнь протекает тяжело. Вот эта цифра, которая пока складывается на сегодняшний день, она таковая и есть. Ее сложно, знаете, однозначно комментировать с позиции одной причины. Жители региона точно запомнят осень 20-го года. Потери близких, дефицит лекарств, очереди в больницах, недоступная скорая помощь, переполненные морги и страх. Тогда на вспышку коронавируса наслоились сезонные заболевания. Этой зимой, к счастью, по словам медиков, нет резкого роста числа заболевших ОРВИ и гриппом. Но это пока. Пока сезонность это не прошла. В этом-то вся и напряженность, и опасность ситуации. Традиционно сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа отчитывается с ноября по апрель. Как это будет? Будет ли это наслоение на подъем заболеваемости гриппом? Будет ли это усиление сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, вызванной вирусами негриппозного ряда? Никто не скажет. И мы в этой ситуации правильнее должны быть готовы к наихудшему развитию варианта события. Потому что вот эта временная расслабленность, она, конечно, может сказаться в будущем. Вопрос остается, пожалуй, за главным, за мотивацией населения на иммунизацию. Прививочная кампания от коронавируса в Крае идет полным ходом. На данный момент уже более 22 тысяч человек поставили себе вакцину «Спутник Ви». Прививки от COVID-19 по-прежнему ставят в медицинских учреждениях Края по записи и в мобильных пунктах, которые находятся в Барнауле возле торговых центров «Пионер» и «Галактика». И все же пока 22 тысячи жителей с иммунитетом к ковиду ничтожно по сравнению с общим населением Края. В классике эпидемиологии это должна быть популяция в не менее 70%. Идеальный вариант – 95%. Первоочередная задача у всех нас – это иммунизировать как минимум в ближайшие месяцы 30% населения. К концу года выйти до 60%. По словам специалистов, расслабляться рано, критический период еще не пройден. Но, как показывает история, все эпидемии и пандемии длились 2-3 года. А значит, и это когда-нибудь закончится. То, что примерно 2 года длились пандемии, и возможно это будет так же, и в этом случае вероятность есть. Наша задача сейчас что делать? Наша задача соблюдать те мероприятия, которые, как показывает жизнь, несмотря на то, что они нам очень надоели, и мы от них очень устали, они тем не менее эффективны. Было бы намного больше жертв ковида, то, с чего мы начали с вами, если бы эти мероприятия вообще не были бы введены. Отказаться от всего, что мы с вами уже достигли, путем каких-то усилий, к чему привыкли, и сказать, что все, для меня история с ковидом закончилась, ну вот это может быть точно чревато. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком.